Старкрафт 2 Старкрафт 2 Стрелок, Вайтрам, Блай, Кас и СДА Российскую Федерацию будут представлять следующие Старкрафтеры Хэппи, Ноунейм, Титан, Турук, Аббер, Помми, Лайвзерк, ну и другие Украинский портал Game Insight негодует, Тетрис комментирует якость нечестно Такой несправедливости еще не встречали Пользователь Асщит, знающий толк в рынке Старкрафта разъясняет Посмотрите на активность украинцев Квалификации 32 человека в каждой это максимум А у Российской Федерации 64, 128 и 10кбаксов все закономерно 6 июня в свободную продажу поступает русская версия динамической саги И все те кто терпеливо ждут этого момента смогут насладиться новым шедевром Diablo 3 На некоторых торрентах уже появились раздачи которые помечены флажком рус Но мы все же рекомендуем подождать неделю и поиграть в официальную версию А пока русскоговорящие ждут заветную игру разработчики подвели некий итог 15 дневки В среднем каждый игрок создал по 3 героя А 80% персонажей находятся между первым и 30 уровнем Менее 2% дошли до уровня сложности Инферно За игрой в Diablo 3 скончался один человек Надеемся что все те кто отложили 1000 рублей и уже через 7 дней будут бороздить пути мира Diablo 3 Оставят время на сон, еду и здоровый образ жизни Бухгалтер топового коллектива Natus Vincere подвел баланс доходов команды Zomai на киберспортивном поприще КС подразделение принесло команде 55 125 долларов США Рожденные побеждать остаются лидерами заработка в 2012 году На 5000 долларов от них отстают поляки ESC Gaming Третье место с заработком в 22 350 долларов занимают ребята из СК Благодаря успешному выступлению на скопье CS Masters в восьмерку самых зарабатывающих команд года ворвались парни из Virtus.pro Сейчас они по выигранным призовым обгоняют Maus и Anexis Стоит отметить и появление в рейтинге команды Headshot BG 11 место и Z Nation 15 место В свою очередь команда Moscow 5 входит в число 6 самых зарабатывающих команд по версии сайта Natus Vincere Что же касается доходов от Dota 2 состава, то тут Navi однозначно ушли далеко вперед 19,5 тысяч долларов в активе купе и команды Общий доход от призов на сегодняшний день составляет 74 625 долларов США Это задекларированные доходы из призовых денег, помимо этого у Navi есть доходы от маркетинга и продаж Которые покрывают основные затраты части проекта по содержанию сайта, штата и соблюдение контрактов со спонсорами Начиная со вчерашнего дня, компания Blizzard забанила и применила серьезные меры к тем учетным записям, которые были уличены в мошенничестве Также некоторые пользователи были лишены доступа к своим учетным записям Ну а некоторые игроки были лишены заработанных достижений, положенных за это наград в виде портретов В официальном заявлении компании говорится Недавно мы приняли определенные меры в отношении игроков, намеренно проигрывавших свои матчи И использовавших стороннее ПО для автоматизации игрового процесса StarCraft 2 Напоминаем вам, что злоупотребления любого рода будут наказываться, в частности могут повлечь за собой при остановлении действия учетной записи Лишение заработанных достижений и портретов или перманентную блокировку учетной записи Если у Blizzard возникнет подозрение, что вы автоматизируете игровой процесс в Battle.net или участвуете в договоренных матчах В отношении вашей учетной записи будет проведено расследование При подтверждении фактов нарушений к учетной записи могут быть применены любые вышеперечисленные меры Такая позиция компании не может не радовать, только Fireplay сможет вывести киберспорт на профессиональный уровень во всем мире Проект ВС при поддержке компании Kirchnet объявляет о летней акции Теперь на каждом турнире формата икап 5 на 5 можно выиграть 50 долларов Акция стартует с началом лета, уже первый турнир 5 на 5 пройдет в первую неделю июля Подробнее читайте на vsgg.com икап Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...